И снова всем здравствуйте! Сейчас мы в Крытлинбурге, нам же говорят песчаник слоями отложился и потом отлеживался, а вот тут как интересно так получилось, что он вот такими слоями наискосок, так а что у меня, забыл кнопку нажать вверх не поднимается, вот такими слоями как это он так Отложился, а? Причем эта сторона тоже под этим уклоном, да? Видишь, они под одним уклоном причем Песчаник-то как бы нормальный песчаник, где-то более мягкий, он выкрашился совсем, где-то потверже Сейчас мы зайдем на кладбище, посмотрим внимательно даты все, ну в принципе с этой стороны оно тоже есть, вот тут выглядывают эти кабинки, как бы захоронения вроде как бы Песчаник-песчаник, интересно конечно эти слои так лежат, так где-то у нас вход был, ладно, сейчас мы до входа, вход найдем Там вот у нас замок еще Кватленбургский выглядывает, ну как-нибудь мы его тоже еще разок посетим, надо узнать когда там реставрация закончится, посмотрим какие там изменения, насколько они все зареставрируют Ну на сегодняшний день у нас задача поискать даты Так, тут 942, ну свежие довольно, так, думаю с левой стороны, ну где-то дальше, я думаю, есть Тут 989 справа я вижу, тут более свежие, где-то Сейчас мы поищем самые древние даты, тут я не пойму, что-то типа церкви, не церкви, что-то, я не знаю даже что, сейчас спрошу Ну вот я вижу камень более старый, 1887, да, и получается 914, но это тоже не так давно, чуть больше 100 лет Где-то, где-то я видел, вроде постарше были, ну в общем, старше там 19 века я по крайней мере не видел, может быть сегодня нам повезет и мы найдем еще старше Поэтому о каких крестоносцах может быть речь, эти годы как бы вообще не подходят никаким образом, так, на этих крестах вообще нету дат никаких А не, на самих крестах 1832, а тут 34-38, ну что-то совсем мало жили, 32-36, это вообще ребенок что ли? Дети похоронены Ну, по крайней мере, начало 19, уже близко к началу 19 века Так, тут видно ухоженный, это явно более свежий Так, тут еще старше Ладно, пойдем, там вот церковь есть, пошли в церковь, зайдем, я, кстати, в ней не был Вот тут еще какое-то хали, я не знаю, что тут за хали, фиг его знает Вот это вот, так, через стекла какие-то матовые, не матовые, а как сказать, искажение у них большое идет Там вижу свечки, нифига ничего не видно Ну да, типа А тут калитка закрыта, по-моему Или Ну, закрыта, а что нарисовали? Я не понял А с какой стороны вход-то? Тут я и был Так, нам сюда, значит, не надо Ладно, идем обратно Сейчас мы еще поищем вход Поищем даты какие есть Вот вроде как дверь, не дверь, но как-то Низко, должно быть ниже намного Замуровано Тут окна, да, тут есть проходик немного Но я думаю И тоже как-то бромси Резко вниз все уходит А, есть вход Это хорошо Так, давай сюда зайдем Или что тут? Что-то народу много Пойдем сначала сюда Пройдемся Там вот статуя какая-то без головы Стоит Кто-то голову отрубил А тут реставрировали Тут довольно долго они реставрировали Тут тоже все немножко странно как-то Во-первых Вот эти двери Куда они уходят Ладно Сейчас мы сюда подойдем Тут обойдем вокруг все Тут двери у нас Запечатаны Тут тоже низко Но я-то вот по центру как раз прохожу Худро Тут все заштукатурили наглухо Ну ладно Ну короче Тут ничего интересного нету А там он еще? Ну тут Пол сделали с песчаника Явно свежий такой Резанный Понятно Что все обновили И вот эту фигню Тоже долго реставрировали Очень долго Вот этот домик я тоже весь показал Вот и до Весь облазил До самого чердака Есть там на канале Странная история наверное Так что тут странности Ну пол ладно Выложили почему-то Не пойму даже камень или кирпич Кирпич по-моему Нафига его кирпичом было выкладывать Что тут наваяли Ну вы видели дверь там вот слева Сюда я заходил А она вниз уходит Да Значит там внизу еще есть что-то Куда доступа Простым смертным нету Ну все заштукатурено Да Все замуровано Тут вообще плиткой повыкладывали А там вниз дверь-то не ходил Нет или Может тут открыто Домик очень прикольный Пипец вот эта башня Высовка Там тоже много Странностей и вопросов А тут что-то открыто Слушай Как бы провода торчат Ну видно что все свежачком Тут обделали Отделали или обделали Как правильно сказать Если хорошо Значит отделали Если фигово Значит обделали Блин Короче У меня так Блин Сейчас фонарик тут надо Темно Тут я не знаю вообще Разрешено заходить Нет Ну раз дверь открытая Значит разрешено Правильно Или А где фонарик не знаешь Нашел Так включить осталось Все О Нифига тут катакомбы Вот он и низ С той стороны дверь закрытая Ну нам пофиг Мы уже зашли Мы уже чуть-чуть сняли А тут прикольно Тут прикольно Надо окна типа Вверх сделаем Да А может быть они и внизу Когда-то были Тут же ничего Ну вот это Давайте посмотрим окно Что-то у меня такое чувство Да Я не ошибся Что оно в никуда Потому что угол Совсем другой Возможно Тут они были оригинально Гораздо ниже И как бы Не так Что в никуда А тут вообще Вон смотри как сделали Пипец просто какой-то Да Но это говорит о том Что скорее всего Окна тут были нормально Низко как бы А потом По каким-то причинам Их сделали Вот такими вот Косыми вверх После какого-то Мощного засыпа И тут вот проход Явно был дальше Тут он заложенный Просто Это наверное Вот в ту часть То же самое Скорее всего Я подозреваю Куда мы сейчас Тоже хочем зайти То есть Это все было Соединено Скорее всего Ну так как Я вижу А я вижу четко Вот колонна идет Тут обложили все И сейчас вы уже Фиг докопаетесь Вроде таки должно быть Вот она Эта дверь Которая с той стороны Я показал С улицы Она даже видите Еще у нас сколько Ступенек Пять штук Да Да Есть у меня Такое подозрение Что окна Где-то тут были Наверное А что-то их сделали Вот потом А тут вообще Как от души Ну сделали Просто Ну как бы Не для света Совсем Ну вот такая Кладочка Очень прикольная И явно тут Слушай По моим ощущениям Тут пол Еще ниже был Илья Слышь У тебя есть Такое ощущение Вот Илья со мной Соглашается Как ни странно Тут тоже Ступенечки Тут дверь Когда-то была Замуровали А ступенечки Уже кирпичные Скорее всего Это позже Уже все делалось После засыпа Очередного И вот это Вот все По моим Ощущениям Вот Потому что Потолок Для таких Вот Ну как бы Во-первых Слишком низко Да Обычно Тут такие потолки Они гораздо Гораздо выше Вот этот Свежий кирпич Тут наложили Замуровали Все Ну короче Откапывать Лень Нафиг Надо кому Откапывать Зачем И так Хватит Такие Зеваки Как мы Придут Походят Посмотрят Скажут Нифига себе Средневековье Мы попали Средневековье Вот И все Счастливо Уйдут Ну а что это такое Ну прикольно Прикольно Тут еще Кирпичами Выложили Вот этот Скос Прикольный Так На чем я Остановился Когда у меня Пропала Эта Связь Так Вот На камнях Так Обратил Внимание Тут Камни Просто Какие попало Там где-то Кирпичи А у нас Все тут С обработанного Камня Выложено Кстати Сейчас мы Обратим Внимание Которые Кстати Потюкали Причем А так Как я Этим Занимался Я знаю Как это Выглядит Вот это Вот Точно Моя Работа Да Потюканный Камень Короче Он был Изначально Ровный Вот этот Камень Он ровный Был Сто процентов Его потом Потюкали И вот Эти выше Потюкали Ну короче Это придавали Вид старины Хотя явно Они были Изначально Ровные Камни Все Ну вот Такая вот Ерунда Происходит Понимаете А оно Довольно Длинное Да Нифига Сколько Тут Метров Пятьдесят Наверное Длина Да Блин Нифига Себе А тут Кстати Вот еще Что-то Заложили Нифига Ну Ну как бы Особо Где-то Штукатурки Есть Мы тут Посмотрели Больше Тут Ничего Интересного Не Видно колонны по обе стороны явно их уже обновили тебя сверху вот ставили старая все такое ой-ой-ой какое все облезшее ну а тут все такое немножко примитивное так скажем ладно пойдем вовнутрь ничего тут интересного нету ага тут высоко довольно потолок явно не оригинальный возможно тут когда-то каменный был потолок сводчатый я этого не исключаю так у нас там сзади вот я говорил там с той части проход возможно он я вижу там сзади все внизу тоже так глубоко там сюда я вижу а проход туда есть нет интересно ладно сейчас мы все по кругу пройдем посмотрим внимательно какая-то лекция что ли люди не буду их снимать так по верху пройду над них не мигал ой блин зацепил головами там комната с решеткой люди представляете или а там ходит а заглянуть туда навесы явно тут закрывался на ухо а тут смотри пол прикольно пол смотри на каком уровне там он вниз уходят там вниз уходят он там рассказывает что-то сейчас взял так как дернул по колокольчику что-то у меня сдается тут тоже не откопали нифига камней накидали нифига тут не откапывали сто процентов слишком низко как-то все замуровано все окна а зачем окна замуровать ну кто-то может конечно сказать что это ниша как вот Илья скажет да это ниша а ты вот туда заглянуть можешь фонарь достань у меня сзади или давай я сам быстрее достану блин что только не найдешь иногда давай туда посмотрим где кнопка то блин завалено но туда уходит очень очень глубоко а там целая комната вниз уходит прикинь да блин выключись ты тут за окном тоже кстати комната как бы видно что там помещение там ваш шкаф какой-то стоит так а тут ну вот это может быть и есть ниши кстати если по поводу ниш разговаривать то вот это скорее всего ниши только я так понимаю лампочка сверху хочу тут было изначально там отверстия насквозь наверх круто и здесь я вижу значит там тоже комната внизу а это наверно вот где замурованный проход то друзья сейчас мы туда заглянем блин я не могу наклониться так низко короче уходит куда-то я только я даже снять не могу я только могу сказать что уходит очень далеко у меня стабилизатор и даст снять это все дело в общем тут глубина понятно что не оригинальная глубина на сегодняшний день тут все где-то на пару метров как минимум а то может быть и на все три было глубже прикольно я сректигай слушай песчаник ну слушай даже песчаник смотри они у них форма мало того что она круглая она еще слегка вот таки выпухлостью идет видишь то есть но это усложняет уже работу даже из песчаника согласись но из песчаника не не очень сложно делать он обрабатывается нормально как бы меня больше возмущает что сразу как заходишь сюда чувство сразу что это слишком все низко и когда вот такое окошечко видишь и заглядываешь а там видишь в конце вот этого маленького туннеля видишь что там вниз уходит что-то еще там как минимум хвирова знает сколько где здесь мы были в другом здании я там говорил что замурована это вот с этой стороны вот с этой стороны там вот а тут тоже окошки есть и там замурованы я показывала сразу сказал да тут скорее всего не откопали понимаешь а вот там комната есть понимаешь вот там точно комната есть я вот сейчас я не знаю попробую показать если это будет возможность а я сейчас камеру переключу другое тут положение уже у меня в другом положении может снимать только вспомнить бы как это переключить так двойным нажатием по моему раз опс точно вот она вот с таким макаром раз раз бля короче видно не видно блин я надеюсь что видно там вниз все уходит человек показываю он там вниз все уходит там еще комната короче я не знаю чего я показала туда включил вообще прикольно да вот такие вот загадочные места есть встречаем тут тут то там просто иногда надо заглядывать куда другие не заглядывают все пошли мы искать старинные эти захоронения кинуть теперь покажем это сверху вот там мы показывали здание внизу мы ходили которые окна под большим углом уходят наверх вот тут это все под землей находится вот в той части я только что показывал за решеткой что там уходит длинный туннель и там видно дальше еще вниз уходит то есть еще комната отсюда сюда заложено я показал и оттуда тоже решетки и туннель видно что уходит в общем там еще неизвестно сколько всего по закрывали дофигища короче под землей ну если предположить катастрофа и все засыпало то это сюда как бы как раз подходит опять же с катастрофами тоже засыпами не все понятно потому что да большая часть наверное глиной потом где-то камнями где-то все в перемешку перемолото как это происходило ну такое чувство у меня складывается какое-то фантастическое было оружие так давай по старым камням наверно искать или фантастическое какое-нибудь оружие о котором мы ничего не знаем то есть могло вызвать какой-нибудь ну что-то торнадо например раз над городом закрутили размололи подняли вверх а потом все бросили так тут 1860 это уже более свежие тут я даже не вижу даты одет вот кстати ангел был ну так красиво отчет туда входа нету ладно приближу красиво так сделано так а там 1900 я вижу дальше не вижу там вообще две тысячи к 1 это типа иисус кстати блин подойти бы конечно что-то у меня такое чувство что это мрамор не понятно сдалека не очень хорошо понятно все пальцы обломаны так у той статуи кстати пальцы я вижу все целые у ангелки он у ангелши но отсюда непонятно не видно слишком далеко может быть их реставрировали восстанавливали не знаю не могу точно сказать ну вот по этой то что поближе где то у меня такое чувство возможно это мрамор но надо подойти гораздо ближе а проход тут я сейчас посмотрю есть или нету я не знаю короче разрешено чтобы заходить или нет но любопытство блин работа конечно грубая это но это мрамор работа очень грубая такая видно что ударная техника была но хотя тоже интересно объем на немножко даже выглядит сделано это мраморной статуи ну кто я не пойду подозреваю то же самое или подойти на мне сейчас шугнут тут там цепь висела ее снял так выглядит неплохо да тоже пальцы обломаны и там он вижу следы реставрации какие-то но нижняя часть вот справа слева мрамор отличается этот мрамор обработка другая да он гладкий тут не тут ударная техника мелкая 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 ударная техника этот гладкий тут а статуя вся по мелкой какой-то ударной техники выполнен хотя местами вот крылья вот где-то гладко резанные опять же если с той стороны резать знаю как ладно но факт что это мрамор непонятно правда какой так вот он такой однородный выглядит как вроде этот искусственный мама вот плиты видно что они это по бокам которые натуральный мама с вот этими с прожилками а вот эти как бы без прожилок интересно конечно тоже сделано непонятно техника я не знаю мелкие мелкие мельчайшие попробую приблизить величайшие просто выбоины такие гладких гладкого места нету на статуях так ладно пошли мы искать по годам посмотрим чуть-чуть тут такие столбики прикольный хоть хорошо вырезаны такая мощнейшая цепь просто пипец цепь цепь кованая что ли фиг его знает я не знаю как ее сделали очень старая явно очень старая по какой технологии выполнена непонятно понятно что если старая сварочных швов мы не увидим если нету сварочных швов хотя вот вроде что-то похоже как на шов вот юмая там в одно одном звене вроде похоже но опять же это не факт что это шов вот тут вроде похоже как соединение крутых шов мешок камень такой класс классный не знаю чу за камень но явно очень твердый скорее всего и хрупкие столбики такие мощные вот я нашел самую старую пока 1706 год опять же это на песчанике это мало о чем говорит а тут уже 1840 смерть вообще 901 поэтому насчет захоронения не знаю поэтому я смог стал смотреть на двери уже где искать другие даты потому что по захоронением пока я ничего тут особо старого вообще не могу найти тут на песчаники что-то вообще перри царапали что ли такое чувство тут в 1815 по-моему ну тут вот свезли чего-то старого родину не особо то тоже 800 900 смерть но более-менее что-то старое то там пару гробов каких-то непонятно из-за чего они сделаны к сожалению отсюда нельзя понять так 1706 это это над дверью и опять же это песчаник в любое время могли нацарапать 1830 а на захоронениях самое старое видел 1832 но мы еще не все обошли сейчас тут чуть-чуть пройдусь второй этаж есть а там еще и 3 или вообще куда забрался там от души на сейчас посмотрю чего он туда забрался вообще изначально было ли это предназначено для захоронения вопрос еще потому что мы там видим всего лишь буквально пару метров от силы там ну два с половиной три а тут я хотел сказать от души на далеко не за души на вот они ну все равно они дальше что-то как мне кажется от края чем глубина а тут вообще куда от души на конечно это души на вижу что туда уходит а расстояние посмотрите от края нифига си метров двадцать а там глубина вот этих кабинок ну два с половиной от силы метра наверное ну пусть даже три преувеличим поэтому не факт что изначально это бы делалось все под захоронение вот эти кабинки там даже не знаем вот я вижу еще одна от души на две вернее а это значит что там внутри под земле помещение смысле у меня под ногами а души на кстати свежие не так давно их тут выпилили сделали а с этой стороны тоже есть ну ладно эти крайне могут относиться к этой стороне тут тоже с этой стороны есть оказывается понятно ладно это мы не берем врата на в расчет а вот посередине мне интересно конечно которые вот как тех до этого показал вот тут толпа стоит к сожалению нужно за загляну камушки лежит на них там тоже по моему от души на это вообще середина да вот она кирпичи но от души на понятно свежие так ладно все тут мы посмотрели сейчас пройдемся еще глубину посмотрим насколько они глубокие самые глубокие но они я видел что похоже все одинаковые или видел он кирпичи да и вот от души на она посередине находится а ты видел что те комнатки вот эти под захоронения они все мелкие и тут кстати тоже видишь есть одни отдушины отдушины близко краю те понятно к тем кабинкам а вот это сотри как далеко а особенно вот это которая тут посередине вообще непонятно ну тут возможно это какое-то сооружение было вообще не для этого предназначена я не я не говорил что тут что-то природное есть я тебе говорю кабины мы смотрим к эти комнаты короткий да вот смотри тут какая сколько тут я посчитаю сейчас допустим оно должно быть раз два три 4 5 6 6 метров минимум даже шесть половина я так подозреваю шесть половиной метров а там такой глубины нету в этих кабинах а то вообще посередине я уже молчу там наверно метров 20 до пошли посмотрим самую глубокую ради прикола да я я понял что ты со мной согласен что это изначально другое что-то было ну я говорю не похоже вот смотри глубину давай души на есть да может быть вот это крайняя как раз и относится только непонятно вот а средняя этого цепь посередине от этого холма там нет с той стороны тоже есть такие же кабинки но они все они все равно до середины нету ни с той ни с этой по-любому они смотри вот пойдем пройдемся они все примерно одинаковые глубины до середины средние отдушины они никуда тут вообще смотри буквально два метра до может быть конечно какие-то закрытые которые это надо в каждую заглядывать может быть они есть очень глубокие чем я глубоко сомневаюсь но хотя возможно есть которые закрытые какие-то очень глубокие ладно по годам короче ничего тут такого древнего нету тем более к временам крестоносцев ничего тут точно не относится по-любому ну вот это такая же примерно где-то 6 метров глубина они видите окажется все разные я думал они все какие-то метра там по три два с половиной они есть два метра есть вот вообще он мелкая какая-то тут и двух метров нету совсем буквально полтора может чуть больше короче нам понятно что ни фига не понятно ну по крайней мере там мы посмотрели видел какие шахты и там будем в конце шахты видно там чу вниз комната замуровано все так ладно находились мы сегодня от души ни фига сколько мы уже гуляем 5 6 час только гуляем не считая дороги сколько мы чуть ли не догоняем вот эту знаешь прогулку по горе за верни городами где мы там ходили где нашли то по крайней мере один полукруг срез а другой там на другой скале какие-то круглые как выточенные что ли ну возможно это было воздействие неприродное потому что слишком круглые там слишком полукруглые все пойдем к тому дальнему ангелу подойдем еще посмотрим что за материал еще просмотрим эти даты какие-нибудь да вот которая там открытая статуя или чё там ангел или чего не помню сейчас подойдем посмотрим вроде смотри как бы историческое место в февраль 19 февраля 2024 года я понимаю но если старинная и как бы тут должно все сохраняться а тут сегодня захораниваю вот иди сюда а тут другая тут по-другому обработана совсем тут совсем грубо разве надо было тебе туда подходить и обработка да и все это обработку это это уже коррозия то есть видишь он был по идее раньше вот таким видишь слазит этот полировка здесь его вообще выбило это к эрозии ладно как снизу выбило тоже сайте снизу тоже он просто сам от пола посмотри сейчас трещинка появилась ладно ты смотри вот на саму статую ты где-то хоть одну прожилку видишь она такое чувство это вообще не натуральный вот вот а а из-за эрозии то есть этих прожилок практически не будет видно ты возьмешь здравствуйте куда прожилки они у них оттенок другой они не могут никуда деться ну короче прожилки они вот если ты возьмешь нурамор его расколешь если сильно таких темных вообще вот таких вот темных вот эти прожилки если насколе ты не увидишь совсем пока не отполируешь понимаешь вот такая вот прожилка да она это два друга разных камня будет видать но если вот пишет тоже вот черные какие-то есть полоски то есть пока ты его не отполируешь ты не увидишь красоты камни то есть любой камень он вот видишь вот этот камень он чудом и скрывает то ладно самые самые обыкновенный булыжный самую старую мы нашли тысяча восемьсот тридцать второго года захоронение я нашел и тысячи семьсот шестой это на нас на самой как блин наверху на здании так скажем да это не захоронение захоронение это не на нас тысячи тысячи семьсот и тысячу восемьсот восемь шестой год нет сверху было 1700 да я смотрел ты на двери смотрел на двери а есть могилки сверху сверху могилки сайма вверху нам с вами до 1700 рождения тысячу тысячу восемьсот тысяча семидесятый именно ровно тысячи семьсот и там с чем-то и тысячу восемьсот лана восемнадцатый век да все хорошо я видел 800 тыс 2 все хорошо ладно на этом все нагулялись сегодня от души поехали домой на этом пожалуй все всем удачи и счастья здоровья пока а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok When will I see you again? DimaTorzok I fell in love with the actress She was playing a part that I could understand DimaTorzok 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 Продолжение следует...